И мне пришло известие через год от Ситки, что мою мать убили. Если бы человек убил вашего близкого, смогли ли вы его простить? Ой, субъективное мнение, наверное, нет. Ой, вы знаете, это такой сложный вопрос, честно говоря. Не знаю. Я затрудняюсь. Скорее всего, наверное, нет. Нет, не смогла бы. Нет, конечно, наверное. Когда я был в колонии строго режима, мне дали 7 лет, и моя жизнь находилась, так сказать, на волоске. И мне пришло известие через год от Ситки, что мою мать убили. Чуть позже я узнал, что ее убили участковый нашего района. Я его хорошо знал, этого участкового. С того времени, изо дня в день в своем сердце Виктор вынашивал мысль о мести. И она стала главной целью его жизни. Весь этот срок, который я просидел в колонии строго режима, я хотел отомстить. Я хотел убить этого участкового, выйдя на свободу. Я не мог простить. Меня терзали мучения, меня терзали всякие такие мысли грязные, плохие. Поэтому я хотел ему отомстить. А также убить, как он лишил мне матери. А как бы вы поступили? Ну, хотела бы, чтобы он получил по заслугам, но не самосуд. Отдать правосудие. У нас есть суд, он решит. Но Виктора не устраивал вариант наказания путем правосудия. У него был свой план расплаты за потерю единственного из самого близкого человека. Но в нашу колонию начали приезжать верующие, проповедовать Бога. И начал приобщаться, ходить к ним, играть, петь псалмы. Мне понравилось. Прибывая в молитвном доме, я много начал читать Библию, начал много понимать. Я начал просить у Бога, чтобы он не дал откровения. Ну, чтобы были такие вещи, которые я не мог простить. Не мог простить этого участкового, который все-таки убил мою мать. Однажды ночью, когда все в отряде уже спали, Бог проговорил в сердце Виктора слова, которые запомнились ему на всю жизнь. Дух такой зарыл меня. «Ты хочешь быть прощенным?» Я сказал, господи, я хочу быть прощенным, прости и ты. И он мне указал конкретно на этого человека. Если сможешь простить, ты станешь великим человеком. Потому что прощение, оно не от тебя. Она приходит от меня. И я тебе даю его. И вы знаете, я тогда рассказывался и заплакал. И я решил простить этому человеку сердцем своим. Почему? Потому что меня Бог простил. Вот. Вся моя жизнь после этого случая, когда я простил этого человека, она начала налаживаться. Вот я проехал в реабилитационный центр. Люди меня встретили, христиане. Я тут служу Богу. Слава Богу. Работаю, живу честно. Принимая это нелегкое решение простить убийцу своей матери, Виктор даже не подозревал, что приготовил для него Бог. Осужденный на 14 лет, он попадает под амнистию и выходит на свободу спустя семь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова